194 койки приготовлено в Павловской центральной районной больнице для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 152 места обеспечены кислородом. В новогоднюю ночь и праздничные дни с больными останутся врачи и волонтеры-медики. Я помогаю санитаркам, то есть убираю чистую зону. Все это делается для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса на чистую зону. Соответственно, мы убираем поверхности, моем полы. Все есть для работы, все СИЗы нас обеспечивают полностью. Средствами индивидуальной защиты обеспечили и губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, который решил посетить красную зону больницы. Спецкостюм губернатора подписывают, и он идет проверять, в каких условиях работают врачи в красной зоне и как себя чувствуют пациенты из Павловского, Сосновского, Вачского районов, а также Кулебак, Навашина и Виксы. А как у вас ощущения, впечатления от работы медицинского персонала? Большое им спасибо. Очень даже внимательно они к нам относятся. Просьба к вам поставить памятник. Это золото, это не люди, это прямо, все говорят, войну трудились. А сейчас как они трудятся. Вот стоит у нас сейчас в салоне, поставьте им памятник. Это золотые люди. Просто нету сердца у них золотые. Вот и молодежь показала себя. Трудяги, такие трудяги. Ковидным госпитале Павлова прошло лечение более 2700 человек. Искренние слова благодарности пациентов произвели сильнейшее впечатление на главу региона. Вот такие слова вам говорить, говорят, что прям, ну вот реально, слезы на глазах. Я думаю, что эти слова, вот я их вспоминаю, надо там, например, по телеку показывать, транслировать всем, чтобы было понимание, что во всех этих словах, которые мы говорим, и вот я имею в виду там тоже политики, комментаторы, все, что герои-врачи, там спасибо огромное. Ну, некоторые говорят формальные слова, не понимают, о чем речь. Вот когда такие люди говорят, лежат на животе, там, дорогого считают. Мы реально на войне. Каждый день это сводки с фронта. Кто заболел, кто не заболел, кто сегодня выйдет, кто не выйдет. Тяжело, напряженно, но уже стабильно, и надеемся, эта стабильность, она будет. Глеб Никитин подарил больнице сертификат на сумму 1 миллион 950 тысяч рублей. На приобретение увлажнителей кислорода, мониторов пациента и средств индивидуальной защиты. Сумму выделили из областного бюджета. Сертификат на 3,5 миллиона рублей Глеб Никитин вручил и в детской городской больнице Нижнего Новгорода. Денежные средства пойдут в том числе на приобретение рециркуляторов. И хочу вам пожелать, чтобы у вас здоровенькие детишки отходились домой к маме с вами. Спасибо вам очень, что вам садим. Спасибо за работу, дорогие врачи. Александр Шеломцев, Александр Фомин, Алексей Зволов. Время новостей.